Я хочу поговорить с вами о работе с аудиторией. Наверняка вам когда-нибудь приходится с ней работать, даже если эта аудитория состоит из двух человек. Убийца, выступающего перед аудиторией человека, это текст, написанный на бумажке. Если вы выходите с подготовленным текстом и начинаете по нему читать, в этот момент аудитория понимает, что у меня здесь лишнее. Что, в принципе, с тем же успехом вы могли отправить e-mail и сэкономили бы время. Зачем они пришли сюда? Если вы общаетесь с аудиториями, правило номер один – говорите это им, говорите это людям. Вот сравните. Говорите это людям, с которыми вы общаетесь. Или говорите это людям, с которыми вы общаетесь. Какому сообщению вы больше верите, какое сообщение вы больше хотите слушать. Поэтому правило первое – запомните его. Смотрите на свою аудиторию, тогда у вас будет контакт. Правило номер два – обращаясь к аудитории, говорите с ней. Потому что нет ничего ужаснее, вот эти все анекдоты, Знаете, да, про монотонных лекторов? Их очень много. Потому что каждый раз, когда человек начинает бубнить и говорит, что вот, знаете ли, происходят такие тенденции. Да, вы уже начали засыпать? Правильно. Говорите на языке аудитории, если вам приходится даже говорить о таких сухих фактах. Как это можно сделать? Ну, например, так. Да, мы сейчас говорим о таких тенденциях, которые существуют в нашей науке. Для вас ведь это актуально? Правда? Здесь же есть люди, которые занимаются этой проблемой уже довольно серьезно. Вот для вас я и рассказываю. Именно поэтому, то есть что здесь сейчас произошло? Мы переключаем внимание, мы говорим про факт, который нам нужно изложить, и обращаемся к аудитории, спрашиваем, увлекаем ее, разговариваем с ней на ее языке. Помните, что вы выступаете для людей, и люди отплатят вам взаимностью.